Всем привет, дорогие друзья, с вами Феостун. Недавно у нас на канале выходило видео по игре под названием Хонка Импакт. И знаете, раз уж снимать Хонка Импакт я стал, то решил, что можно снять и Азур Лейн, и может быть даже Принцесс Коннект. В общем, просто пробежаться, ознакомиться с фансервисными играми. Я уже упоминал про ту игру, где мы коллекционируем вайфу в Дискорде, и особенно часто встречаются вайфу из Азур Лейна. И когда я полез поискать, что это такое, я на самом деле думал, что это какое-то аниме, а оказалось, что это компьютерная игра. И я такой думаю, блин, ну, надо, и тем более у меня там есть несколько девушек в гареме из этой игры, я думаю, ну, блин, надо хотя бы посмотреть, что за игра-то такая. Так, наконец-то, ребят, закачалось, прямо, ну, заняло это продолжительное время. Какой-то новейший боевой корабль. Asset to sails through this area, проплывая через эти земли. Battleships? Are we really going to be a match for them? Типа, боевые корабли? Мы что, действительно с ними можем справиться? The water here is so cold. Здесь такая холодная вагда. My entire body feels like it's turning into ice. Мое тело чувствует себя, как будто оно, короче, покрывается льдом. Why don't we just hurry back to port? Почему бы нам не поторопиться назад в бухту изобилия? Ну, короче, назад в порт. It's going to be fine. We just here to scout. Да, отлично, мы здесь только для разведки. If a fight kicks off, it'll be up to our big sisters to handle it. They're close by and ready to provide support whenever we need it. Короче, они нам помогут, да? Нам нужно просто вернуться назад к нашим сестрам, сказать им, что нам нужно подкрепление, и они нам помогут. Давайте маленько проскипаем диалоги. Я, если честно... Ну, если честно, я не очень хочу читать диалоги на английском. Как бы могу, но не хочу. Было бы на русском сразу без вопросов. Но это, по-моему, долго, когда ты сначала одно читаешь, потом другое. Это, знаете, это похоже на эти космические всякие леталки. Но единственное, что здесь фигу вернешься от всех атак. Они прямо бьют... ну, тяжело уворачиваться. Characters will be fire their weapons automatically, but you also have more firepower available at your disposal. Не знаю, что такое disposal, но нам говорят, что наши девочки, это мы и так поняли, будут стрелять автоматически. А, но есть какие-то атаки, которые я могу сам наводить, да? То есть еще я могу такой... так, тапнуть для ракет. Мне нужно будет сейчас все это настроить в управлении, чтобы мне это можно было, ну, не вот так мышкой тыкать, а по кнопочкам, да? Понимаете? Вау, сэрфолк, we are too strong, we defeated so many enemies at the same time. Мы такие мощные девочки, мы так много врагов уничтожили. В общем, они сами себя нахваливают, как говорится. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И я, кажется, теперь понимаю, почему в нашей игре так много вайфу из этой игры. Потому что они очень постарались над созданием фан-сервиса. Ха-ха! Not just two cruisers! Короче, девчонки, радуйтесь, вы всего лишь два крейсера уничтожили. Наверное, что-то в этом роде. У нас теперь нас ожидает, похоже, мощное сражение, да, против вражеской вайфу. Это, знаете как, игра, наверное, типа японская. Мне кажется, японцы, вот они, у них морская тема очень сильна, потому что островное государство. И, как бы, ну, все их какие-то сражения, да, воинов, в которых они участвовали, очень много было связано именно с водными сражениями. Поэтому для них это такая, ну, как, историческая тема. Может быть, где-то местами романтичная, где-то нет. Но, как бы, это тема, которая им ближе. Поэтому и в играх, наверное, знаете, в японских чаще встречаются вот эти именно сражения на воде. Давайте применим какую-то способность нашу. Мы, типа, заказываем какой-то, это, удар. И давайте, наверное, сначала разберем эти мелкие корабли. На самом деле, я бы поставил паузу настроить маленькое управление для себя, чтобы мне было удобнее. Так, ну вот, вроде готово. Вроде сейчас мне должно быть гораздо удобнее жить. Теперь я могу спокойно стрейфиться и при этом применять скиллы, не заморачиваясь. Просто по откату, мне кажется, надо бить скиллами. Так будет лучше для всех. Вот эти, наверное, красные круги, когда они появляются, надо как-то их пытаться избегать. Я так понимаю, вот эта артиллерийская пушка, это особая способность нашего героя. Наверное, у разных героев эти способности будут разные. Ну и, я так понимаю, здесь игра, наверное, как обычная, это гача. То есть, на удачу, каких девочек ты будешь собирать и пожелания, каких ты хочешь себе получить. Что? Ну, мне кажется, я побеждал, но в итоге они по сюжету хотят, чтобы нас разбили. Поэтому, ооо, мощный удар, мы пропустили, мы повержены, но скоро мы соберемся силами, вернемся и отомстим злу. Ну, типа того, я думаю, скорее всего, сюжет что-то в этом роде. Демоны, so there's no helping it. Take care, little sheep will be seen you again. Мы еще с тобой встретимся. Мои старые добрые друзья, встретимся в Вальгале. А это у нас кто? Humanity is such an interesting life form. Она даже не человек, то есть она говорит, что люди такая интересная форма жизни. The power we gave them was just the beginning. Мощь, которую мы им дали, это только начало. History has already begun to be rewritten. История скоро будет переписана. Let's continue our observation for some time. I have great... Мне знаете, что... Ладно, я не буду сейчас заморачиваться, тут вообще... Тут уже щупальца спрута начались. Но, ребята, вот... Знаете, что я хотел бы? Вот тот, кто прямо заморачивался, вникал в сюжет Азур Лейн, читал все диалоги. И можете вот как-то кратце, может быть, максимально, но рассказать, о чем этот мир? Как какая-то раса пришельцев дала мощь людям, и мы теперь с помощью этой мощи сражаемся. Селектью... Нам нужно выбрать одну девочку. Я, поскольку я не знаю, кто здесь на что способен, кого лучше выбрать? Ну, давайте возьмем джавелин. Там можно еще что-то почитать. А я потом смогу остальных заполучить? Или это, знаете, это как выбор, как, я не знаю, как в покемонах. Одну девочку ты выбираешь, и она у тебя будет, а других ты уже никогда не получишь. Но это ж, ну, как бы, твой аккаунт такой. На нем вот главный... Ну, твой выбор главного героя был именно таков. How about trying to build a light ship first? Нам, короче, нужно построить легкий корабль. Построить... Нажмите, чтобы начать. Начать. Закончить строительство по-быстрому. Соглашаемся. Успешно. Ускорено. У нее более ста сестер, который выглядит точно так же, как она. Если тебе вдруг показалось, что ты ее уже встречал, скорее всего, ты встречался с кем-то из ее сестер. I'll be following your order for... From now. Окей. Она будет следовать за мной. Let's head back to main screen. Окей. Короче, возвращаемся в главное меню. Теперь мы можем выбрать построение. Keep in mind that destroyers, light cruisers and heavy cruisers may only be deployed to your team's vanguard. Carriers and battleships must be placed towards back in the main fleet. Короче, карьеры и battleships держатся... Towards... Это впереди, да? Или наоборот, позади. И здесь мы выбираем новый корабль, который мы построили сейчас. Возвращаемся в новое меню... А, в главное меню. Ну и мы сейчас отправляемся, в общем, в бой с нашим новым кораблем. Не люблю, знаете, когда вот это в играх. Щелкни сюда, щелкни туда. Ну, как бы обучение, но... Я больше люблю, когда делают, в принципе, все интуитивным и простым. А не делают, ну, как бы, да, там, какое-нибудь сложное меню управления. И потом без конца тебя вначале говорят, тыкни сюда, чтобы это, тыкни туда, чтобы то. Охота, знаете, чтобы в играх, ну, как бы, все это и так было понятно. И никто тебя это... Ну, я не знаю, на поводке как собачку не водил. Нажми здесь, щелкни сюда. Ну, вы понимаете, да? Я не знаю, скажите, это я один такой? Или, ну, как бы, у вас тоже есть такое ощущение, когда вот в играх... Ну, когда вот это все вначале, охота просто прощелкнуть и играть, типа. Типа, ребят, хватит мне говорить сюда, туда. Когда, знаете, ладно, когда, ну, когда ты играешь в большое количество игр, это, ну, я не знаю, как-то надоедает. Может, это я такой уже старик такой, знаете, мне все не нравится. Но, я не знаю, мне охота всегда вот так, не глядя. Они такие, щелкни сюда. Я такой, да, сейчас щелкну, да, сейчас щелкну. То есть, я всегда обычно скипаю вот этот обучающий момент, где там говорят, вот это то-то, оно для этого-то. А потом я начинаю играть и такой, так, надо разобраться, что это за фигня. И ты все равно начинаешь то же самое разбираться, что тебе объяснили, только уже самостоятельно. И, знаете, или такой, блин, что-то не могу ничего понять. Надо было все-таки слушать обучение. Типа того. Отвлекают меня тут, звонят. Записался на вакцинацию, кстати, от ковида. Повидло. Ковидло. Не знаю, у меня, короче, знаете, у меня такое ощущение, мне неохота говорить это слово вслух, чтобы вдруг, не дай бог, не сняли монетизацию с видео. Вот так вот YouTube запугивает людей. Но, короче, записался. Но звонят это. Сначала меня записали на 9 число, а потом позвонили, сказали, откладывается. Ну, пока на неопределенный срок. Но мы вас информируем, что 9 числа не приходите, а мы вам позвоним еще, сообщим, когда нужно подойти на вакцинацию. Commander, do you remember what to do? Tap to the empty slot in your team to add another ship. Ааа, да, добавляем еще один корабль. Слишком много, по-моему, тыкалок в начале. То есть тыкни сюда, тыкни туда. Слишком, как бы, это, знаете, введение громоздкое. Так, ладно, погнали. Warning. Мы, похоже, с чем-то столкнулись. Demon, we've been stopped by enemy ships again. Нас снова остановили вражеские корабли. Our total evasion has improved. Наше уклонение было улучшено. Though, so we can just skirt around unnecessary battles like this one. Ааа, мы можем просто пропускать, да, ненужные сражения, типа вот таких. Tap away to avoid... Ага. Типа мы просто уклонились, мы могли бы посражаться, но мы просто избежали боя, который нам не нужен. Я не знаю, от чего, может, мне нужно было подраться. Может, там, знаете, опыт... О, какие тут интересные меню загрузки. Так, ладно, поехали. Ну, знаете, пока что мне не очень нравится то, что я вижу. То есть, ну, я не знаю. Вот эта вот леталка, стрелялка. Но, знаете, я, по-моему, смотрел на ютубчике, перед тем, как снимать. И там есть разные уровни. То есть, там есть бои, которые, по-моему, выглядят не совсем так. То есть, ты здесь просто, ты слева, а враг справа. А есть, где ты там просто летаешь как по полю влево-вправо, а корабли появляются перед тобой. Ну, как бы, совсем другие ракурсы сражения и смыслы. So you then you, commander. You're a new commander. Я удивлена, поражена. Можно просто скипнем? Просто подеремся с боссом сразу. Я еще, знаете, думаю, может быть, раз уж мы пошли пробежаться по разным играм, которые у нас связаны с фан-сервисом. Что-то у меня супер-пушка моя как-то долго, да? В первом уровне она заряжалась просто без конца. У него был бесконечный откат. Сейчас стало это все подольше. Ты в Battlefields get air support. Воздушная поддержка у нас какая-то появилась. Которая очень довольно-таки быстро все расчистила. Это, видите, это у нас девочка с самолетиком над головой. Перфект эс. Ну, я думаю, скорее всего, все равно потом будут, да, такие уровни, которые ты уже, если, ну, как бы там, скажем так, если тебе с гачи не везло, если у тебя не самые лучшие герои, если у тебя не самая лучшая прокачка, то тебе будет сложно. Пока что, ну, понятное дело, это первые уровни, это все для новичков, оно все простое и не вызывает сложностей. Сейчас все игры строятся по такому принципу, потому что, ну, как бы, чтобы игроки не забрасывали игру. То есть, если ты сделаешь игру сложной на начальном этапе, то там, ну, как бы, многие дети долго в ней не просидят. А людям нужно вовлечение в игру. Уровень сложности должен нарастать. Чем плавнее, тем лучше. Да добейте вы уже эту. Жалкая суденышка, можно я его так назову? А что вот это за поле? Как бы, есть какая-то разница, зачем туда залетать? Или не стоит? Вот это у нас что? Там у нас, типа, а, это наша девочка, которая призывает самолеты там, находится или что? Такое ощущение, что там, в тылу, у нас есть, как бы, боец поддержки. Да, вот видите, она, как бы, призывает авиацию, но она держится на заднем плане. А-а-а-а-а. Это мне чем-то Zero-Toon напоминает, да? Я не знаю, у меня такое ощущение, что вот я сейчас, да, пытаюсь трейфиться У меня такое ощущение, если я буду даже... Давайте я сейчас буду собирать все снаряды и просто посмотрю, как долго я проживу Я даже буду... Вот давайте я следующий уровень буду специально пытаться ловить вражеские снаряды Просто чтобы показать вам, насколько здесь сейчас в начале сложный уровень сложности Здесь, по-моему, вот пока что тупо невозможно проиграть Вот о чем я хочу сказать Смотрите, я сейчас буду целенаправленно пытаться ловить вражеские снаряды Не уклоняться буду стараться, а ловить, вот прям ловить Я вижу, ракета летит, я на нее натыкаюсь Давай еще какую-нибудь ракету выпустим Давай я прямо перед тобой встану, чтобы все снаряды... Так вот, они сюда в центр бьют, я ловлю все снаряды ХП вообще не тратится, можно сказать Если честно, вот такой вот уровень сложности, когда, ну, все настолько просто, что даже, как бы, ты не можешь проиграть Они маленько удручают Но это понятное дело, что это только пока, только для первых уровней Но все равно охота какую-то интригу А сейчас интриги нет Заблокировать как корабль Мы, кстати, еще эти уровни прошли, надо сказать, не на три звезды А что надо для трех звезд И у нас сейчас еще ивент какой-то идет Давайте попробуем на ивент отправиться Вот на ивенте нам, может быть, будет сложно с нашими кораблями С учетом того, что, ну, как бы мы только начали играть Там, может быть, уровни все-таки там первые Может быть и простые, чтобы даже новичок справился А там остальные, допустим, сложные Мужики, есть в вашей армии? Такой вопрос Скорее всего, нет, да? Советская Россия Так, ладно, я думал сейчас что-нибудь выцепить, парочку слов Что они там говорят про советскую Россию Это ее имя? Имя героя? Советская Россия? Или что? Советская Белоруссия? Серьезно, да? Слушайте, ну, а что же вы не переведете нам на русский язык игру? Может быть, я чего-то не знаю? Ну-ка, давайте промотаем диалоги Погодите, давайте вернемся в главное меню Есть где-то настройки Настройки игры вообще Какие-нибудь настройки есть? Нам какой-то бур дали Масло у нас тут есть Погодите, верните Господи, как много окон Вот я не люблю, когда в играх просто миллион окон Это что? Это надо садиться прямо и заморачиваться Каждую менюшку все смотреть, разбираться, что к чему И если честно, мне сейчас неохота заниматься этим И я обычно видео никогда такое не... Ну, как бы, если я какую-то игру снимаю Я заканчиваю видео и потом начинаю все менюшки смотреть Потому что, ну, у меня есть такое ощущение Что, ну, как бы, что я сейчас прямо во время видео начну сидеть и тупить И такой, так, а это что? А это зачем? Это надо спокойно сесть, разобраться Так, FPS, во-первых Давай 60 Что, ну, тут графику можно, наверное, улучшить Чтобы вам красивше все было Так, ну, я пробежался по настройкам Но я, если честно, не увидел Чтобы здесь где-то что-то можно было настроить Поэтому давайте вернемся к нашему ивенту Ааа, я, правда, не знаю, куда тут надо тыкать О, здесь, наверное, можно Impact Fusil Чтобы это все не значило Хе-хе Здесь, может, нужно правильные ответы говорить Которые, это Зависит от твоего знания игры Типа ты такой Ааа, нет, не угадал Ладно, ну, а где другой ивент, который мы там начинали Вот этот, да? Вот, здесь, возможно, будет посложнее В общем, русского языка, к сожалению, в игре нету Давайте диалог скипнем и посмотрим, как выглядят здесь бои в ивенте Мне кажется, здесь должно быть посложнее Тут, кстати, знаете, что есть? А, мы выбираем, с кого начнем, да? 21 уровень Давай сразу Can't reach Ааа, у нас еще ходы есть Ну, давай я сюда налево схожу А он не будет ходить в свой ход, нет? Нет Ладно Начинаем сразу с этого боя Тут, кстати, есть еще автопилот для битв На пробел Ну, то есть, я настроил на пробел Сейчас проверю А, ну, вот оно авто Что, вы будете тут авто биться? Ну, нифига они не будут Но здесь уже я проседаю, да? А корабли вражеские появляются, появляются, появляются И они, кстати, уже залетают на нашу территорию То есть, они нам сейчас Героя заднего Заднего Тыла могут уничтожить Может быть, злее авиацию сейчас призвал? Потому что сейчас, наверное, у врага еще какие-нибудь корабли будут появляться И лучше было бы, наверное, авиацию призывать, чтобы их уничтожить Ну, вот здесь уже, как бы, чувствуется, что такое уровень сложности, да? При том, что у нас там какие-то начальные непрокаченные герои Здесь мы уже не справляемся То есть, тут нужна какая-то прокачка Тут уже надо что-то делать, что-то разбираться Здесь мы объективно Ну, там что? А одну десятую хп ей снесли Давайте теперь попробуем вернуться в главное меню, да? То есть, ну, не справляемся, понятно И посмотреть, разобраться, что мы можем там нашим героям вообще качнуть Чтобы чувствовать себя лучше Так, я пробежался, какие-то награды потыкал везде, пособирал Здесь, кстати, есть что-то вроде галереи Те картинки, которые ты уже нашел Наверное, они открываются по сюжету И, может быть, что-то открывается за ивенты В общем, я думаю, желающих собрать эти коллекции найдется А это у меня как бы... Или погодите, почему даунлод? Я могу прямо скачать себе Хочу вот эту По-моему, хороша Что у нас здесь еще есть? У меня, кстати, знаете У меня в гареме, вот в дискорде Которые я собираю Есть героиня из этой игры Атага И многие прямо это Меня атакуют Продай нам ее А она прямо звездочка моего гарема Самая красавица И поэтому я всем отказываю А не Обменяй, продай Какие-то немыслимые деньги за нее предлагают Которые, ну, там Превышают ее Номинальную ценность Раз в 15 Я бы вот такой, наверное, еще в свою коллекцию получил Кто знает, пишите, как ее зовут А то уж больно хороша Здесь, кстати, можно вот так, да, смотреть Картинки Ну, хотя вот это без приближения Ой, ну, как бы Без такого полного варианта Выглядит лучше Так, ладно Пойдемте вообще посмотрим Что у нас здесь есть У нас есть Здесь, здесь это Без пол-литра не разберешься Что у нас есть Но можем вот это улучшить За какие-то деньги Больше улучшать не можем У нас там нету самолетов Можем вот так пробежаться По нашим героям Я, кстати, не уверен Какие у нас сейчас используются А какие нет На каких-то можно замочки повешать Это, наверное, чтобы их случайно не продать Но у нас некоторые, видите, двухзвездные Некоторые однозвездные Ну, допустим, вот Дживелин, да Могу я что-нибудь ей качнуть Мог бы добавить снаряжение Но у меня ничего нету Хотя вот здесь могу Вот такие вот пушки добавить Пускай, наверное, хуже от этого не будет А вот сюда добавить уже ничего не могу И, возможно, то, что уже есть Да, я могу прокачать уже то, что есть Но, опять же, у нас нету того, что нужно То есть нету всех компонентов Они, наверное, где-то в миссиях добываются Ладно Что касается самого уровня героев Я могу чем-нибудь прокачать их? Upgrade У нее, видите, еще особые способности могут открываться позже Пока что мне недоступны Ну, сюда мы можем ей дополнительное орудие поставить Или... А-а-а-а Это мы у Дживеллин их заберем Они как бы... Ну, понятно Тут вот как бы подрисовано На ком это оружие стоит Свободного нету У нас здесь есть еще Какая-то вот карта Где есть всякий Лекционный холл, например Но, мне туда еще пока рано А мне много куда рано Вот здесь что-то могу прокачать Ну знаете, я где-то на ютюбе помню, когда я искал Там был прям целый видос у кого-то Посвященный всем элементам игры На русском, где прям рассказывалось Что здесь за здание Что в каждом из этих зданий можно делать Нужно делать Что для лейтгейма и можно не заморачиваться Что нужно делать обязательно каждый день Ну как бы такое вот Полезное видео для новичков Потому что сейчас черт голову сломит То есть здесь куча каких-то кнопок И ну нужно прям заморачиваться А чтобы заморачиваться Нужно прям проникнуться Любовью к игре К ней конечно можно проникнуться Когда ты вот что-то подобное видишь Постоянно и ты такой Я хочу в это играть Надо бы разобраться Как тут этих героев качать Хочу прокачать вот эту девочку Обязательно Что здесь Рент Давайте мне ее Это я так понимаю Я типа скины да На героев покупаю Do you want to apply the skin later? Да-да Очень хочу И вот это тоже хочу Спасибо Спасибо большое А вот это я уже взять не могу Но я взял все самое Мне кажется сочное Что хотел Я даже не уверен Может у меня нету этих героев Чтобы на них эти скины применить Да мне это на самом деле и не важно Потому что Ну если честно Между нами друзья Я не собираюсь всерьез в это играть Давайте сейчас ради интереса Попробуем еще разочек В ивент отправиться В котором мы сейчас погибли Но мы не пойдем сразу на босса Да Это вот сюда да Мы пойдем сначала Посражаемся с этими кораблями Которые там были Другие А могу я здесь Еще добавить Кого-нибудь в этот флот Наверное прямо сейчас нет Хотя тут вроде места какие-то есть А ну видите здесь 5 из 5 Смотрите в этот раз Они кстати по другому расположены Давайте попробуем Обойти ее То есть я не знаю Может ли она на нас напасть Если мы рядом к ней подойдем А да Смотрите Она передвигается В тот раз мы могли сразу Пойти какой-нибудь корабль Шахнуть А в этот раз А если я вот так Не хочу я с тобой драться Можно я вот с этим кораблем Сначала подерусь Тут ну наверное Будет попроще Но это не точно Так начинаем Последовательно стараться Сначала один вывести из строя Не распылять свои силы Так давайте вот этот Нижний Чтобы он все-таки Попробуем остановить его До того как он проплывет Ну я думаю центральный Мы уже не успеем остановить Но этот мы успеваем Ладно уже уходим наперед Драться С остальными То мы уже все Забудьте Его уже упустили Тут еще какие-то бомберы Вражеские Да деталь Пошла бомбардировка Сейчас мои там корабли Задние ветки Не справятся К ним постоянно кто-то прорывается У нее уже Половину хп снесли Блин Что тут у вас Творится Катер тоже пропустили Нам бы сейчас Какой-нибудь суперудар Не помешал Вот эта авиация Откатившаяся Или артиллерия Или хоть что-нибудь Я сознательно Не добиваю этот корабль Потому что я думаю Его сейчас удар авиации добьет Я надеюсь на это Ну что Мы победили Или нет Мы победили Но как бы С таким С трудом Уровень с боссом Мы понятное дело Не пройдем Но Что-то мы наверное Здесь зарабатываем Какой-то опыт А тут еще Будут появляться Новые корабли Да Ну давайте сначала Здесь И судя по всему Бой от боя Наше здоровье Не восстанавливается С Витя Мы уже на хитах Есть вот тут Какие-то Построения что ли Менять Или что это такое А это типа Чинилка Ну давай А у меня нету их Ну могли бы быть Может их где-то Покупать там надо Ну и ребята Мы сейчас Очень быстро Отлетим У нас уже Ребята на хитах Корабль Который у нас В тылу Тоже На больших хитах Тыдыщ Все Ну я именно Знаете Вот я Специально Хотел вам Показать Прохождение Компании Потому что Ну как Не прохождение Прохождение Компании Пока что Слишком Слишком Простое А вот В ивенте Да Здесь сейчас Тяжело Потому что Аккаунт новый А все-таки Какая-никакая Прокачка нужна Чтобы там Справляться В целом Я думаю Вы Какое-то свое мнение Об игре Можете Составить Жалко Что нету Русского Языка Чтобы Возможно Здесь Интересный Сюжет Но это Не точно Но скорее Всего Какой-то Есть И Очень много Героин Историю Которой Можно Было Узнать Ну Можно Конечно Узнать И для Английского На английском Для многих Не составит Это Труда У меня На этом Все С вами Был Один Сто Один Спасибо За просмотр И до Новых Встреч